Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Сегодня мы с вами поговорим о внесении удобрений в ранний весенний период. Очень часто слышишь, такие вопросы задают о внесении удобрений ранней весной по ледяной корке. Особенно это актуально для владельцев газонов. И очень часто говорят о том, что они вносят какие-то азотные удобрения, и это якобы хорошо сказывается. Я вам хочу сказать по этому поводу одно, что к удобрению вот такой тип внесения не имеет никакого отношения. Я категорически против такого внесения, потому что вы делаете только вред, вы наносите вред природе, если вы собираетесь или предпринимаете такие вот приемы. В некоторых случаях, да, иногда есть необходимость, но таких случаев очень немного. Бывает иногда, когда выпадает ледяной дождь, и образуется такая плотная ледяная корка, которая может на озлаковых вызывать снежную плесень. Но, скажем, случаев таких вот, мне известных, ну, их практически нет, да. Поэтому даже нужны, я в этом не вижу, но если вас каким-то образом вот эта ледяная корка раздражает, тогда мое глубокое убеждение в этом, что вы можете внести только одно соединение, это калий-хлор. Почему калий-хлор? Потому что это, скажем, одно из самых дешевых калийных удобрений. У нас своя разработка, то есть свое месторождение есть, поэтому вы можете спокойно внести. Вообще калий-хлор это не очень хорошее удобрение, и по весне я его не рекомендую вносить вам. Почему? Потому что там есть хлор, и хлор в период вегетации больше вреда принесет, чем содержащийся там калий. Поэтому вот многие говорят, когда я говорю про то, что нельзя вносить при холодной погоде, говорят, что вот колхозы-то вносят, ну, сейчас не колхозы, а СПК вносят в поля. Ну, у СПК очень большие площади, и, естественно, по весне они все не успеют внести. Это одно. А второе, вот это именно та причина, про которую я вам говорила, что это дешевизна этих удобрений. И так как нельзя объять необъятное сразу, осенью носят калий-хлор с тем, чтобы, ну, во-первых, хоть у него проще зайти в поле, и хлор, который внесли с этим удобрением, он за это время испарится, и не окажет вот этого вреда на почву. Но при таком внесении, в лучшем случае, от калия, внесенного таким образом, останется 30%. Все остальное вымоется с грунтовыми водами, уйдет в более глубокие слои. То есть это совершенно бесполезный такой вариант, ну, не совсем бесполезный, но малоэффективный вариант для развития растений. Поэтому я не устаю про это говорить. Я говорю каждый раз, когда речь заходит о удобрениях, что вносить удобрения нужно тогда, когда растение уже начало вегетацию, тогда, когда у него уже развилась активная корневая система. Активная корневая система – это мельчайшие всасывающие корешки. И вот когда всасывающие корешки уже полностью развились, вот тогда, пожалуйста, вы вносите. И фосфорные удобрения. Фосфорные удобрения вообще у нас усваиваются только начиная от температуры плюс 16, плюс 18 градусов, причем это почвенная температура. Тогда растение в состоянии его поглотить. Если более низкая температура, то фосфор переходит в коллоидные растворы почвы и фиксируется этими коллоидами. И потом, для того, чтобы высвободить из этих минеральных решеток, нужна дополнительная деятельность почвенной флоры, конкретно фосфатомобилизующих бактерий или силикатных бактерий. И для того, чтобы они нормально развивались, тоже, опять-таки, нужна органика, потому что этим бактериям тоже нужно на чем-то жить, нужен субстрат. Поэтому это вот такие вот очень сложные моменты усвоения. Немножко там полегче с калием и с азотом. Для них не такая температура должна быть высокая почва. Но, тем не менее, всасывание активное происходит только тогда, когда дерево или однолетнее растение активно вегетирует и активную корневую систему имеет. Все, что вот это раннее внесение, ну это больше, наверное, даже для эстетики, потому что мне не доводилось ни разу видеть, чтобы в результате образования даже вот этой корки газон начал погибать. Значит, как правило, если этот ледяной дождь прошел, он же недолго удерживается. Ну, в исключительных случаях, да, можете воспользоваться вот таким вот приемом. То есть вы поверху унесли калий и хлор, и тогда эта корка у вас разрушится. Все, что касается азотных удобрений, то знайте, что вы, в общем-то, если вы применяете такой прием, вы делаете преступление против природы, потому что все это сталыми водами, уйдет и уйдет в водоемы, и потом будет вызывать ряд негативных процессов. И у себя на участке вы тоже дополнительно подкислите почву. Поэтому, ну, скажем, такой прием запрещенный. Вот удобрения все нужно, думая, вносить. И когда активная вегетация наступила, пожалуйста, вносите НПК. Что касается микроэлементов, то микроэлементы гораздо практичнее. И они быстро усываются, и практичнее вносить по листу. Они хорошо все всасываются, легко проводятся, за исключением кальция. Про это я вам говорила в предыдущих роликах. Поэтому, пожалуйста, по листьям работайте микроудобрениями. А макроудобрения носите тогда, когда температура уже такая уверенно положительная. Если брать многолетние растения для плодовых, это тогда, когда деревья начали распускаться почки уже, у вас такая фаза наступает в движение соцветия. Это очень энергозатратный ресурс. Тогда начинает активно делиться клетки цветковых почек. Начинает любой бутончик, образуется плод, и начинается активное деление клеток. И вот эта фаза наибольшего потребления всех макро-микроэлементов, она длится от начала цветения, от момента выдвижения соцветия и до стадии у яблони, до стадии величины плода грецкий орех. Вот это такие самые тяжелые для растения моменты. И вот в эти моменты нужно и вносить фосфор. Фосфор и кальций в первую очередь потребляются, потом немножечко позже. Большая потребность идет у растения в азоте и калии. И иногда перед заморозками, вот допустим, если у нас заморозки весенние наступают, и у нас еще стадия выдвижения соцветий, то за 2-3 часа можно вносить и калийную селитру, и азотные какие-то удобрения по листу. Но они могут даже не всасываться в это время, потому что еще к этому времени нету активной корневой системы. А вот по кроне можно обработать, именно оно будет действовать как антифриз. Но как антифриз еще нужно сказать, что морозостойкость деревьев повышает соли цинка и железа. И у многолетних растений эти удобрения вносятся либо осенью на зиму, чтобы создать этот запас, либо уже весной, когда только началась вегетация, у вас зеленый конус, чешуйки, почки сбросили. Это тоже такая фаза приемлемая для внесения этих элементов, для повышения морозостойкости. Можно также еще внести бор. Это либо бура, либо борная кислота. Они не очень хорошо разводятся в холодной воде, поэтому нужно воду подогреть. Но вот это как антифриза. Но про газоны и раннюю весну я вам уже сказала. Если вы и нацелены для того, чтобы брать вот эту ледяную корку, то только калий-хлору. Ну, в общем-то, по поводу внесения удобрения в ранний-ранний весенний период я вам сказала. Надеюсь, что вы не повторите ошибки других людей и будете вносить правильно. Удачи вам. И я желаю вам наступления хорошего сезона вегетации и получения хороших урожаев. До свидания. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok